Республиканский слёт приёмных родителей проходит четвёртый год. Целью данного мероприятия является популяризация Института приёмной семьи как эффективной и перспективной формы успеха. На вывоз его для какого-то обследования, многие семьи находятся в районах, живут. И вот на такие затраты дорогостоящие, компенсации нет, конечно. Также есть вопросы правовые, алиментные, имущественные, в защиту прав их опекаемых детей. А также есть вопросы поведенческие у детей, потому что многие дети поступают в приёмные семьи больные с различными диагнозами, как психологического характера, так и физического. В городе Якутске функционируют 650 опекунских семей, которые приняли в свой дом 770 детей, оставшихся без попечения родителей. Свыше 150 детей усыновлены за последние три года. Как показывает статистика, уменьшается количество детей, оставшихся без попечения родителей. Семья Люции и Дмитрия Решетниковых из Намского района воспитывает восьмерых приёмных детей. По словам Люции, к такому ответственному шагу они пришли не сразу. Как она сама признаётся, супруга она уговаривала 10 лет. Он созрел к отцовству чужим детям. Ну вот он, как отец, дать своё воспитание, он созрел уже через 10 лет. И мы все эти годы проговаривали, мечтали со своими родными, старшими детьми, у которых отдельно живут. Сейчас они учатся и работают. Они уже старшие, давно ушли. У нас остались двое младших, и мы к ним как, чтобы вместе ходить, с верстников по их желанию подобрали такой возраст. Даже кушают по-разному. Кто-то мясо ест, кто-то не ест. Кому-то сладость, кому-то фруктов не надо. Они все разные, они отдельные личности же. В рамках слёта приёмных родителей прошёл круглый стол на актуальные проблемы. Практикумы лектории и практикумы, тренинги для родителей, фокус-группа. Наталья Кулисова, Евгений Рязанский. Новый день.